Разработчики космической песочницы No Man's Sky и студии Hello Games поделились любопытной статистикой. Оказалось, что космическое приключение показало один из лучших месяцев за последние годы. Речь идёт об аудитории на всех актуальных платформах — PlayStation, Xbox, Switch и PC, в том числе Game Pass. Таких результатов игра достигла в том числе благодаря недавнему обновлению Ecos. Впрочем, игроки считают, что дело не только в регулярных апдейтах, которые Hello Games выпускают бесплатно, но и в выходе Starfield. По их мнению, игра Bethesda не смогла реализовать то, что уже есть в No Man's Sky, например, возможность сесть на планету прямо из космоса. Тем более, сравнения между этими двумя играми не утихают уже несколько лет, несмотря на различия между ними. Однако, несомненно, у этих двух игр есть общие черты — обе они основаны на исследовании космоса и планет. А у кого реализовано это лучше, решать в первую очередь игрокам. Всем привет, это GSTV. Сегодня воскресенье, 17 сентября 2023 года. У микрофона Евгений Кузнецов, и вы смотрите главные новости игр последних дней. Компания Ubisoft представила новый трейлер игры Avatar Frontiers of Pandora. В новом видео нам рассказывают историю главной героини. Это дитя двух миров, урождённая Na'Vi, которая была похищена RDA — Администрацией Разработки Ресурсов. Во время битвы за горы Аллилуйя, показанной в первом фильме «Аватар», главная героиня была погружена в экстренный криосон во время эвакуации. Спустя 15 лет она возвращается в своё племя и познаёт особенности жизни в дикой природе. Ей предстоит присоединиться к одному из кланов, чтобы защитить родной мир от захватчиков. Чтобы помочь ей восстановить связь с Пандорой и узнать, как живут Na'Vi, вы встретитесь с представителями других кланов Na'Vi, исследуя западную границу. Мы встретимся с Аронахи — кланом ткачей, ценящих традиции, Зесва — кланом кочевников, готовых к борьбе с Ордеей, и Ками Тире — кланом загадочных и скрытных целителей. Эти Na'Vi также научат нас устанавливать связь с вашим собственным спутником — Банши или Экраном, и тогда мы сможем исследовать и защищать Пандору. Плюс ко всему, можно спрыгнуть со скалы, позвать своего Экрана и исследовать Пандору с неба. Главной проблемой является все та же RDA, которая вернулась на Пандору с новыми силами, угрожая процветающей экосистеме и ее кланам. Нашей задачей, соответственно, является остановить их, сражаясь оружием как Na'Vi, так и RDA. Аватар Фронтирсов Пандора будет масштабным приключением в открытом мире. Проект создается студией Massive Entertainment на базе движка Snowdrop. Известно, что в игре будет поддержка эффектов на базе трассировки лучей. Заявлена поддержка технологий AMD FSR и NVIDIA DLSS. Релиз запланирован на 7 декабря для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Эта осень будет очень насыщена играми. Уже вышли Starfield и Mortal Kombat 1, дальше прибудут Payday 3 и Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Steam до сих пор нельзя напрямую пополнить из России, но это не значит, что теперь придется пропускать новинки. Воспользуйтесь сервисом Купикот. Это безопасно просто и максимально быстро. Деньги окажутся на вашем аккаунте моментально, сразу после оплаты. Купикот предлагает самую низкую комиссию на рынке для пополнения баланса. Весь процесс ограничивается несколькими простыми действиями. Просто выберите нужную сумму пополнения, введите логин и совершите платеж. А благодаря нашему промокоду GSTV2 комиссия снизится на 2%, независимо от суммы пополнения. И чтобы сделать пополнение еще более выгодным, доступна специальная акция. При авторизации через Телеграм или Вконтакте вы получите 50 бонусных рублей на баланс. А для зарегистрированных пользователей действует постоянный кэшбэк на каждое пополнение. Обратите внимание, что через Купикот можно пополнить не только российские, но и казахстанские аккаунты. На сайте есть удобный калькулятор, который рассчитает стоимость по актуальному курсу. Не упустите возможность воспользоваться сервисом Купикот и сделать свои покупки в Steam выгодными. Также о новинках. Купикот постоянно проводит розыгрыши свежих релизов. Прямо сейчас они разыгрывают несколько версий Payday 3. Конкурс вы найдете на сайте. Сразу после красочных трейлеров на State of Play журналисты спустя небольшое время опубликовали превью супергеройского экшена Marvel's Spider-Man 2, в которых имеются как впечатления, так и большое количество подробностей. И можно смело сказать, что Insomniac Games проделали феноменальную работу, особенно с учетом оптимизации. Всего игра предложит три режима, ориентированная на 30, 40 и 60 кадров в секунду. Причем все из них будут работать с трассировкой лучей. А разрешение экрана пока нет деталей, но подтвердили, что можно воспользоваться функцией переменной частоты обновления, если экран ее поддерживает. Теперь к самой Marvel's Spider-Man 2, чья игровая карта, по словам журналистов, почти в два раза больше, чем в предыдущих частях. Она охватывает Манхэттен, Гарлем, Бруклин и Квинс. При этом в каждой части города есть уникальные архитектурные особенности. Тем более перемещение по увеличенному миру не стало скучнее, а наоборот, куда динамичнее и с новыми фишками. В игре есть специальные воздушные тоннели, по которым можно быстро добраться в другие части города. А если разогнаться, например, при помощи катапульты из паутины, то скорость персонажа может быть до трех раз выше, чем в первой части. Кстати, в Marvel's Spider-Man 2 действительно моментальное переключение между Питером Паркером и Майлзом Моралесом, которые могут наткнуться друг на друга на случайных преступлениях. Многие обозреватели также заметили, что в игре гораздо больше объектов игрового мира подлежат разрушению. Это не означает, что уничтожить получится абсолютно всё, но разница по сравнению с предыдущими частями заметна. Ещё особенно видно улучшенное общее качество и детализацию моделей персонажей, отражений, освещения и плотности мира. В IGN в целом пришли к выводу, что Marvel's Spider-Man 2 получилась лучше первой части во всём, причём это сразу же заметно. По первым ощущениям, игра получилась более масштабной, динамичной и детализированной в плане графики. Это касается и сражений, которые стали ещё сложнее. Плотность врагов в боях увеличилась, но и арсенал способностей главных героев расширился. Кроме того, у них появилось больше различных гаджетов, которые можно применять в сражениях. По словам журналистов, боевая система в Marvel's Spider-Man 2 довольно сильно отличается от первой части и спин-оффа про Майлза Моралеса. Особенно это выражается в улучшенных сражениях с боссами, которые стали более разнообразными. К ним также прибавился новый элемент — парирование. Нажав на L1, можно заблокировать вражескую атаку и моментально оглушить врага, открыв его для ответной атаки. Эта механика, судя по всему, будет необходима для битв с крупными противниками, а также обязательно против особых, подсвеченных жёлтым цветом вражеских атак. Для заядлых фанатов это будет чем-то новым, поскольку, по словам обозревателей, к такой механике придётся привыкнуть. Больше не получится, как в первой части, вечно уворачиваться. Каждая битва будет требовать от вас стратегии. Что касается наших паучков, у них есть как общие гаджеты, побочные задания и улучшения, так и персональные истории, миссии и навыки. Стандартный наряд Питера Паркера до появления симбиота — костюм с четырьмя механическими лапами. Почему именно он, узнаем по сюжету. Для механических конечностей Питера и биоэлектрических умений Майлза предусмотрено по одному древу прокачки, куда входят атаки по области, запуск нескольких противников в воздух и не только. Одна из способностей Паркера поджаривает врагов электричеством из механических лап. Вместимость паучьих веб-шутеров возросла до 12 зарядов, а перезарядка длится недолго. В демо также были доступны два особых устройства. Бот стреляет паутиной и подбрасывает недругов. Второй девайс выпускает паутину в разные стороны и резко притягивает всё, что оказалось на пути, в том числе канализационные решётки. Ещё можно развивать симбиотические навыки Питера и отмечается, что чёрный костюм сделает Питера более жестоким. Имеется также ультимативная способность «Всплеск симбиота» — этакий режим ярости, позволяющий прицельно схватить и вырубить нескольких противников. Головоломки, кстати, на месте. В одной из сцен Майлзу нужно управлять ботом, отвлекая грабителей, чтобы перезапустить охранную систему. В другой ситуации требуется очистить цепочку ДНК от повреждённых атомов и при этом не задеть здоровое. Ещё есть сайдквест, связанный с недавним мультфильмом «Человек-паук. Паутина вселенных». Там как раз и появлялся Питер из вселенной «Инсомниак». И для фанатов Гвен Стейси есть новость. В сиквеле она не появится, но у разработчиков так или иначе есть на неё планы. И в заключение, по словам рецензентов, общая атмосфера Marvel's Spider-Man 2 куда мрачнее, чем в предыдущих играх. Но традиционные легкомысленные шутки от паучков остались. Релиз игры состоится 20 октября. На YouTube-канале «Эленалиста Дебитс» вышло тестирование Switch-версии Mortal Kombat 1, и информация о плохом качестве на консоли подтвердилась. Автор ролика сравнил графику и производительность игры на консоли Nintendo с версиями для Steam Deck, Xbox Series S и PlayStation 5. Из анализа мы узнали, что файтинг на Nintendo Switch предлагает динамическое разрешение 900p в стационарном режиме и 480p в портативном. В среднем при игре через док-станцию разрешение составляет 640-720p. Switch-версия нацелена на 60 кадров в секунду во время боя, а в катсценах и меню постоянное 30 кадров, но этого достигать игре не удаётся. Несмотря на то, что разработчикам пришлось сильно упростить модели персонажей, анимации, текстуры, освещения, тени, эффекты частиц и т.д., частота кадров регулярно проседает до 50-55 кадров, а во время выхода камео бойцов и кинематографичных сцен опускается ниже 30 кадров. Локации также претерпели изменения. Геометрия уровней стала значительно менее сложной, снизилось количество деталей и NPC. Несмотря на это, элли аналиста The Beats считает, что в Netherrealm достигли приемлемых результатов, если принять во внимание большие ограничения консоли, которые больше шести лет. Что касается Steam Deck, для запуска использовался низкий пресет с FSR 2 в режиме качества и разрешения 800p. И, как объясняет элли аналиста The Beats, к сожалению, портативная консоль от Valve не может достичь 60 кадров в секунду даже при минимальных настройках графики и рекомендуется установить предел частоты обновления до 40 или 30 Гц. В общем и целом, автор канала считает, что Mortal Kombat 1 способна принести удовольствие на любой платформе, но всё же рекомендуется играть на ПК, PlayStation 5 или Xbox Series. Издатель Asper Media и студия Crystal Dynamics анонсировали переиздание первых трёх игр серии Tomb Raider, которые выходили с 1996 по 1998 годы. Ремонстрированная трилогия получит улучшенную графику, но сохранит оригинальный угловатый вид. Главное преимущество переиздания — это возможность запуска на актуальных игровых платформах в высоком разрешении. В состав переиздания вошли три первые номерные игры с дополнениями, а также какие-то новые специально разработанные для этой версии уровни. В бандл вошли Tomb Raider 1 плюс The Unfinished Business Expansion, Tomb Raider 2 плюс The Gold Mask Expansion и Tomb Raider 3 плюс The Lost Artifact Expansion. Обновлённую трилогию вначале анонсировали на мероприятии Nintendo Direct для консоли Nintendo Switch, но игра также выйдет на ПК, PlayStation 5 и PlayStation 4. Релиз состоится 14 февраля 2024 года. После сентябрьской презентации State of Play у фанатов ремейка культового экшена Resident Evil 4 появилось сразу два повода поговорить об игре — новый показ VR-режима и анонс дополнения про Аду Вонг. О DLC про шпионку ходили слухи сразу после выхода ремейка, и, наконец, они подтвердились. Separate Ways повествует о приключениях Вонг параллельно основному сюжету Resident Evil 4. В версии для ремейка у героини появился крюк-кошка, который пригодится как при перемещении по миру, так и в бою. Именно шпионка в красном позвонила в деревенский колокол, отвлёкший толпы агрессивно настроенных жителей от Леона. Дополнение выйдет уже 21 сентября. Тогда же в наёмников добавят Аду и Вескара. Было также официально подтвердено, что Resident Evil 4 выйдет на PSVR 2 этой зимой. Blizzard в целом может порадоваться. 16 сентября количество положительных обзоров баскетбольного симулятора NBA 2K24 в Steam снизилось до 9%. В результате этого игра стала самой низко оценённой на площадке Valve среди тайтлов с тысячами обзоров. До этого антирекорд принадлежал Overwatch 2, у которой 10% положительных отзывов. Причин для недовольства сразу несколько. Во-первых, Take-Two всерьёз выпустила на ПК пастген-версию игры для PlayStation 4 и Xbox One. Это означает, что улучшенная версия симулятора баскетбола в очередной раз доступна только на PlayStation 5 и Xbox Series. Во-вторых, добавляется к этому ужасная оптимизация даже на мощных компьютерах. У некоторых количество кадров опускается вплоть до пяти. Зато монетизация присутствует в полном объёме. Студия All Cat Games поделилась новым отчётом о бете Warhammer 40 000 Rock Trader. В нём команда провела анализ опросов игроков после игры в бета-версию, и, по их данным, игроки оценили игру на 4,3 балла из 5. Примерно такая же общая оценка была у игры после Альфы. Далее следует любопытная статистика. Свыше 90% игроков пользовались встроенным глоссарием терминов из вселенной Warhammer 40 000, и многие отметили полезность обучающих подсказок. Авторы также обещают на релизе небольшие видеоролики для наглядного обучения. Игрокам также пришлись по вкусу и катсцены, хотя, например, невозможность пропуска этих самых катсцен отнесли к минусам, но All Cat уже всё поправила. Ещё игрокам в целом понравился интерфейс, однако они попросили доработать меню повышения уровня, меню груза и добычи, а также интерфейс прицеливания, где демонстрируются сложные формулы. Все замечания были приняты во внимание, и над ними уже активно работают. Наземные бои также встретили положительно, но All Cat нужно поработать над космическими сражениями. Это же касается и менеджмента колонии, который набрал всего 3,4 балла из пяти возможных. Авторы заверили, что поработают над обучением, интерфейсом, балансом цифр и многими другими аспектами игры, чтобы к релизу она стала интереснее. Самой популярной доктриной, то есть классом, стал Стрелок. Реже всего игроки выбирали адепта. К тому же в этой доктрине в бете было больше всего багов, а способности класса остались непонятыми многими игроками. Самым популярным компаньоном вновь стала Арджента из Адепта Сороритес. Многие выбирают ее за убийственные боевые навыки. При этом закрутить роман с девушкой нельзя. В Warhammer 40 000 Rock Trader у игрока нет самого, что удивительно привычного ресурса — денег. Точнее, у вольных торговцев их так много, что считать их нет никакого смысла. Для торговли в игре используется фактор прибыли и репутация. Правда, многие игроки до конца так и не разобрались, как это работает, поэтому разработчики к релизу добавят подсказки и улучшат интерфейс. 72% игроков проходили бету на нормальной сложности, а 68% назвали себя хардкорными фанатами RPG. А из более чем 5000 опрошенных всего четверо геймеров признались в том, что никогда не слышали о вселенной Warhammer 40 000 до Rock Trader. Волкэт шутит, что эти четверо на самом деле поклонники богов хаоса, по одному на каждого. Rock Trader выйдет 7 декабря 2023 года на ПК и консолях. Что вы думаете по поводу последних событий, пишите в комментариях. Будем рады вашим лайкам и новым подписчикам на Boosty и Telegram. Играйте в хорошие игры и до новых встреч на GSTV. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok